На протяжении многих лет в Абхазии действует определенная аномалия, не характерная для пространства, контролируемого Россией, в целом там работает российская система управления, со всем ее характерными свойствами, коррупцией, криминалом, чиновниками, кланами и так далее. Но при этом, благодаря особенностям абхазского национального характера, там русским не удалось создать систему, которая работает по всей России, с единоначалием, имитацией выборов, подавлением оппозиции и демонстративным наплевательством на общественное мнение. В Абхазии общественное мнение существует, и до сих пор никому не удавалось на него наплевать. Нынешние события идут по уже опробированной схеме, народ свергает власть, надеясь на то, что власти не хватит смелости использовать силу, а силовики не станут биться отечественников. Благодаря тому, что любая абхазская власть всегда боится использовать силу против общества, то в конечном итоге, общество всегда побеждает. Например, так ушел Анкваб и пришел Хаджимба. Но эта система, неестественная, и не исключено, что когда-то две несовместимые ее части, российская централизация и абхазская свобода, придут друг с другом в противоречие. На каком-то этапе власть может начать использовать силу. И если она сделает это один раз, и у нее это пройдет без осложнений, тогда абхазское общество будет сломано и превратиться в бутафорию вроде Юга Осетинского. Сейчас все в руках Хаджимба и Путина, решится ли первый применить силу, и поддержит ли его в этом второй. Конечно, можно предположить и третий вариант, оппозиция разойдется, но это вряд ли. Сейчас Абхазия снова стоит перед развилкой, на одной стороне продолжение 20-летнего бардака, но при этом ощущение свободы, на второй, нормальный, закупоренный российский Северный Кавказ. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.